Мохнатые эквилибристы и ангелы с хвостами в Преамуре состоялось едва ли не самое главное событие в жизни каждого кошатника-любителя. В Благовещенск приехал легендарный цирк Юрия Куклачева, на котором выросли уже несколько поколений россиян. Билеты, несмотря на цену от 500 до 1000 рублей, раскупили еще за две недели до выступления о четвероногих актерах в нашем следующем материале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благовещенска и оказались самыми адаптированными для перелетов. Каждый на отдельном сидении сидел. У каждого своя переносочка, у каждого свой чехольчик. Все чартер кошачий? Практически. Все были пристегнут ревнями, запасы. А их в самолете кормили? Кормили. Два раза с ужин и завтрак. Кстати, в отличие от требований звезд российской эстрады, в кошачьем райдере всего три пункта. Прежде всего, это хорошее питание, которое должно быть организатором сделано. Второе, это помещение, где они содержатся. Оно должно быть проветриваемое, оно должно быть довольно-таки большое. И третье, это специальные камушки, которые... Кошачий дополнительный. Кошачий туалет. Правда, у каждого актера своя диета. Кстати, никакого допинга типа валерьянки в цирке не используют. В меню 15 кормов и совсем нет рыбы. Зато в рационе животных есть курица, причем дают ее кошкам как вареную, так и сырую. А вот с костюмами значительно проще, их нет вовсе. Самый лучший наряд, говорят в цирке, это естественная красота. Главное, чтобы шерсть была мягкая и шелковистая. Впрочем, одному артисту переодеваться все же пришлось. Это только единственная кошка, которая вот так вот комфортно себя в нем чувствует. Это кот. Скажи секрет. Ну это кот, да. Это кот. Ну он просто очень мальчик. Любит платье. Сами же актеры без грима и костюмов на сцену не выходят. Между тем не секрет, что хозяева похожи на своих подопечных. Но как быть, если питомцев больше 30? Весь наш коллектив очень тихо ходит. Вы даже не услышите, если мы подойдем сзади. Покошачьи. Опять же очень... И мы стараемся не разговаривать громко. Сейчас мы волнуемся, да, да. Проскать эту фразу. И очень важный момент, которым надо научиться у кошка, это видеть вот так обзорно, да, то есть увидеть в широком угле. Кошачье зрение и верный помощник за рулем автомобиля, признается Дмитрий. А вот кошачья грация, то, о чем должны помнить все женщины, рассказывает его жена Марина. Кстати, эти гастроли только начало делятся планами на будущее артисты и обещают, в следующий раз представлений будет больше. Ирина Кобзарь, Игорь Карпов, Новости дня, информационное агентство, Порт Амур.